все у нас прямой эфир начался, ждем ждем с леней, да? ооо нормально друзья, проверим связь напишите пожалуйста, как меня слышно да, еще из ряда организационных вопросов сейчас вы слышите на заднем где-то там фоном работает перфоратор это в моем подъезде сейчас лифт устанавливают новый к сожалению, с этим придется помириться некоторое время также камера снимает зеркально поэтому селфи-камера, которая вот на экран смотрит она снимает зеркально поэтому мне пришлось развернуть телефон и в связи с этим я не вижу то, что вы пишете я вижу, что вы что-то пишете вот у меня зеркало напротив меня стоит а что конкретно нет поэтому после каждого более-менее такого вменяемого блока информации я буду спрашивать есть ли вопросы что-нибудь мы будем смотреть зачитывать и идти дальше так по поводу того как меня слышно друзья, кто-нибудь откликнитесь как меня слышно или не слышно вообще так палец вверх слышно отлично отлично так у нас пока к нам присоединяются в общем введу вас немножко в курс дела что же у нас будет мы будем рассматривать дерево прокачки школьник почему я вообще назвал это дерево прокачки то есть примерно то, что мы должны сделать оно очень сильно похоже на те деревья развития которые есть к примеру в компьютерных играх и в действительности все обучение можно организовать в одну большую игру игру как для родителей так и для детей поскольку пока вам самим неинтересно будет этим заниматься если вам будет интересно заниматься вы сделаете гораздо больше для своих детей нежели если вам будет неинтересно поэтому мы все будем сейчас потихонечку потихонечку у меня на канале организовывать в одну большую интересную игру так что у нас присоединяются к нам так да присоединяются ну ладно что ж тогда пока что посиди подождем а ну вот нет еще присоединяются надо надо будет что-то для таких моментов готовить о чем поговорить пока мы ждем пока все присоединяются так ладно давайте начнем с организационных вопросов там скажем так они не суть как важные с одной стороны конечно с другой стороны это понимание нам все равно понадобится поэтому в общем те кто присоединятся позже самое интересное то есть весь основной материал все равно не пропустят итак у меня пока что я в кадре очень скоро я из кадра уйду в сторону и мы будем работать вот с этим материалом который у нас за спиной это как раз таки вот самая основа вот дерево прокачки то есть что конкретно мы будем делать что еще надо понимать это не просто какая-то схема которую я вот лично я придумал в голове как бы это все организовать мы с вами сегодня начнем рассматривать основу психологии изменений все процессы которые происходят в психике они происходят не с панталыку там есть определенные закономерности определенные последовательности не понимая этих закономерностей последовательности люди зачастую не могут реализовать не могут добиться тех или иных результатов в собственном поведении или в поведении тех кем они управляют и вот здесь как раз таки мы будем разбирать самые основы с чего все начинается как один процесс перетекает в другой порождает в третий и вот это все идет и развивается до тех пор пока не будет путем проб и ошибок отстроена стройная модель поведения ну и уже более-менее внедренная которая в конечном итоге превратится в образ жизни а нас конкретно нас интересует чтобы у нас какая модель поведения была частью образа жизни наших детей наших учеников да то чтобы они учились самостоятельно и вот на эти задачи требовали минимум нашего времени минимум нашего контроля минимум вот этих конфликтов которые возникают на теме учебы чтобы все это шло хорошо как бы и без нас а ну вот так вот просто где-то штрихи нужные добавляли бы и все вот наша основная задача так в конечном итоге вот вся эта схема пока что я еще только смотрю на какой платформе это сделать я хочу найти нормальную платную платформу для интеллект карт чтобы можно было прям сделать вот конкретно интеллект карту поскольку у нас сейчас достаточно грубая схема без самых боковых веточек где задание что конкретно ты должен сделать без пояснений то есть сейчас мы пойдем по фундаменту по основам для того чтобы вы понимали эти моменты сразу определились вам вообще это надо или не надо интересно вам это или не интересно а подробности будут потом в конечном итоге это все превратится в одну большую интеллект карту с множеством вот этих переходиков где конкретно что надо сделать как мозги на место повернуть какое задание сделать то есть все будет сведено к элементарным действиям и вот вот эта схема синеньким красненьким обозначены веточки то есть они уже вот так распушатся и на концах этих веточек как бы вместо листиков будут конкретно конкретные задачи конкретные задания небольшие буквально на один раз пошел и сделал вот это но это все в будущем опять-таки по вашей реакции я посмотрю вообще востребовано это или не востребовано интересно вам это или не интересно следующий момент следующие выпуски которые будут выходить у меня на канале прямые эфиры и вебинары они все будут встроены в эту структуру то есть я всегда буду теперь по следующим выпускам если конечно они будут как раз относиться к данной тематике показывать где конкретно вот этот материал находится на дереве прокачки где он находится с чем он взаимосвязан также будут на этом дереве прокачки ссылки уже на готовый материал то есть в дальнейшем вам этот инструмент поможет очень удобно ориентироваться к нему также в будущем мы доделаем бланк диагностики проблем когда вы сможете просто взять посмотреть так у меня проблема такая это взять по списку пройтись а вот она посмотреть найти решение как раз в дереве прокачки посмотреть что вам для этого еще необходимо то есть закрыты ли у вас ниже ниже лежащие пункты закрыть сделать то что надо и решить конкретно свою проблему это как раз таки и освободит меня и очень сильно разгрузит материал который я даю чтобы мне не приходилось постоянно это все дело связывать так что сейчас мы будем знакомиться с таким хорошим инструментом как дерево прокачки заодно заодно познакомимся с психологией изменений так поэтому данный выпуск у меня разделен на три части то есть вот одна вступительная сейчас уже заканчивается а во второй части мы рассмотрим игру у меня к ней уже ватман не буду пока шиками поворачивать он здесь второй ватман с материалом я буду там показывать простую универсальную игру с помощью которой можно делать упор на те или иные аспекты которые вам надо прокачать вот например вот вы решили что сейчас вам нужно чтобы ребенок сосредоточился на чем-то например на на том чтобы он самостоятельно садился за уроки или на том чтобы он проверял после себя сделанное домашнее задание или на том чтобы он собирал портфель без разницы на чем то есть вот эта игра которую мы рассмотрим на второй части позволяет в игровой форме быстро и приятно приучать детей к определенному поведению без понукания без заставляния им даже в эту игру играть-то не придется это чисто ваша игра но там очень много интересного но об этом позже ну а теперь мы переходим к основному материалу и я ухожу из кадра итак вот мы видим у нас здесь дерево развития все у нас начинается с побуждающих условий переходит в побуждающие образы они в свою очередь рождают мотивы и мотивы рождают определенную деятельность что мы должны понимать из основ психологии изменений уже давно начали специалисты задумываться как же люди меняются как в их жизни происходит изменение к лучшему или к худшему почему чего-то мы очень сильно хотим и наше поведение меняется а чего-то мы хотим и наше поведение не меняется и наоборот мы можем чего-то не хотеть но наше поведение изменится или чего-то не хотеть но наше поведение изменится в лучшую сторону разбираясь в этих вопросах в общем-то в них еще разбирались наши советские ученые Леонтик к примеру который описал принцип ОДСЛ обстоятельства порождают деятельность включаясь в деятельность начинает меняться сознание много раз протекая в голове определенные мысли определенная работа протекая в голове она уже формирует фундамент уже формирует личность так что все у нас всегда начинается с побуждающих условий вот у нас если нет побуждающих условий этот аспект который надо очень хорошо запомнить если нет побуждающих условий вот этот процесс изменений в ребенке никогда не начнется если нет побуждающих условий вы эту лямку будете тянуть до 11 класса потом еще и в университете ребенка контролировать чтобы он там учился в общем будете его тянуть непонятно вот пока у вас силы не кончится вы будете его тянуть если нет побуждающих условий следующим аспект который мы должны понимать что побуждающие условия это некий катализатор некоторые семя все если у нас есть побуждающие условия остальными процессами мы в общем-то можем и не заниматься они начнут происходить сами да медленно может быть неудовлетворительно медленно но эти процессы начнут происходить сами и так побуждающим условием у нас уделен целый вебинар на 3 часа где мы как раз таки разбирали очень разбирали и всю проблематику и откуда ноги растут у инфантилизма текущего в жизни и почему дети не хотят учиться и в общем 3 часа мы там вот это упорно все вопросы разбирали поэтому сейчас мы рассмотрим только основы так у нас веточка первая проблемные ситуации и задачи порождающие потребности в определенных знаниях умениях и навыках если у ребенка нет реальной потребности если он не сталкивается в жизни с потребностями в знаниях в том что дает школа соответственно вот все остальное то есть у него никогда не появится в конечном итоге мотивация его всегда придется тащить хороший такой вот пример ну допустим нелюбовь к математике отсутствие хоть какой-либо мотивации в математике и мы если мы сталкиваемся с таким примером мы всегда сталкиваемся с тем что родители всегда все считают за ребенка считают сдачу считают сколько ему надо там денег на день рождения на то чтобы пригласить друзей и купить им еды считают за него постоянно все то есть он с этой математикой толком-то и не сталкивается он не сталкивается с этой потребностью нет потребности нет психика не мой днем не мобилизирует силы на решение вот вообще этой задачи она даже внимание никогда не обратит понимаете вы можете тыкать ребенка носом в учебник может ему талбычить сколько угодно вот психика все эти слова всю эту информацию у нее свои своя система оценок и важность важность какого-то момента она будет оценивать прежде всего потому если побуждающий побуждающие условия или нету есть вот эта потребность знать уметь или нету этой потребности что у нас еще можно отнести побуждающим условиям информацию о ситуации до некий сценарий развития событий например есть какой-то фактор влияющий фактор до ну к примеру зонтик можно носить с собой каждый день вот прям каждый день можно носить зонтик потому что все равно рано или поздно будет дождь рано или поздно он начнется но если мы получили доподлинную информацию о том что дождь будет у нас есть свой личный опыт что промокнуть под дождем это не очень-то приятно особенно если ты в хорошем костюме то который может испортиться то зачем то скорее всего мы тогда возьмем зонтик мы как-то к этому подготовимся то же самое у нас касается детей они очень многого не знают они очень много не знают о жизни очень много не знают о мире они не сталкивались с поиском работы они не сталкивались с жизненными проблемами которые требуют определенных знаний а школа гораздо школа для нас важнее даже не больше знаниями а формированием целостной картины мира и навыками навыками учиться а навыками познавать неизвестное что-то совсем совсем разноплановое то есть школа для для нашего мозга как спортзал для мышц то есть вот это туда куда ходит ребенок для того чтобы прокачать свои мозги то есть это основное что дает школа прокачка навыков и прокачка собственных мозгов следующий аспект и который можно рассмотреть из побуждающих а нет так здесь у нас все сценариях да 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 но вот здесь резюмируем о сценарию развития событий то есть поэтому очень важно детям рассказывать истории тема о том как рассказывать истории как давать материал так чтобы год от он цеплялся в голове у нас на канале есть поэтому берем и рассказываем детям что их ждет следующий момент этот интерес игра игровые технологии которые кстати мы чуть позже рассмотрим уже подробно имеется ввиду во второй части данного прямого эфира вот вот здесь у нас игра висит то есть да конечно есть ситуации когда ребенка будут толкать реальные жизненные потребности реальное понимание грядущего тех тех ситуаций которые его ждут до тех сценариев развития то есть допустим если вот он сейчас там в третьем в четвертом в пятом классе вот у него появляются хвосты надо понимать что дальше будет все сложнее и сложнее и сложнее и сложнее то есть вот такие вещи не только то что учеба нужна для диплома а то есть вот ребенок должен иметь в конечном итоге целостную картину причин и следствий а также последствий которые которые будут вызывать его действие или бездействие так ладно переходим к интересу то есть побуждать нас опять-таки какой-либо деятельности может сама деятельность то как протекает деятельность когда нам честно говоря результат то не очень важен или может быть его важность является всего лишь одним из факторов но нам еще и интересно этим заниматься вот как раз этот этим процесс этим процессом мы и занялись для того чтобы в конечном итоге у нас было было хорошее развитая хорошо прописанное дерево прокачки с конкретными задачами чтобы это в конечном итоге превратилась не просто как бы превратился я реально это буду делать то есть игру для вас игру для вас для мам и пап для тех кто обучает детей это будет игра для вас потому что это понятно что ребенок вот это сам закрыть не сможет вот эти все задачи он первоклассник то второклассник доход пятиклассник вот эти задачи он сам для себя закрыть не может эти условия создаете ему вы об этом кстати хорошо сказано на бинаре как это создается и как родители своими действиями повально причем вот в действительности повально не дают создаваться побуждающим условиям сами тормозят своими действиями вот этот процесс чтобы он прошу пошел дальше и так коротко мы здесь поговорили и так что же у нас происходит после того как создались побуждающие условия то есть ребенок сталкивается с тем что ему надо ему в действительности надо учиться ему в действительности нужны эти знания умения навыки или он хочет участвовать в этом процессе потому что ему интерес все побуждающие условия созданы и у ребенка начинает включаться вопрос избирательности внимания то есть неконика никакой деятельности мы здесь даже говорить близко не можем запускается процесс избирательности внимания то есть его сознание понимает туда эта задача нужная но к ней нужно присмотреться надо посмотреть что с ней связано мозг включается в работу но пока что на минималках он пока еще не готов ничего делать просто на минималках избирательность внимания и на что влияет избирательность внимания то что ребенок начинает подмечать и вычленять и нужную информацию которая позволила бы ему вот эти проблемные ситуации решать и которая как-то с ними связан и так и таким образом у нас психика наша переходит автоматически то есть если мы решили вот эту задачу психика автоматически перейдет на следующий на следующий шаг формирование побуждающих побуждающих образов что нам надо сформировать какие побуждающие образы и вообще для чего они нужны потому что наши психики наша психика не любит шагать в неизвестность то есть неизвестность вообще никого не никогда не радовала поэтому мы всегда пытаемся то есть любой человек всегда пытается выстроить хотя бы какую-то картину того как это все будет как это все будет происходить и что со мной в этой ситуации будет и здесь важно не сколько вот прям сильно побуждающие сколько вот сильно адекватно побуждающие картина какие же образы на здесь можно а образ обучения побуждающий образ обучение тогда пробежимся на лопа понадоб желательно было бы заиметь образ системы образования как таковой образ роли ученика собственного ученичества грядущих трудностей и и радостей побед образ себя и свои роли в рамках текущего процесса до в нашем случае это в рамках школы в рамках образования образ тех изменений в жизни которые будут происходить потому что ребенок должен воспринимать теперь в обратном порядке то пойдем разбирать пункт за пунктом вот изменение в своей жизни ребенок должен по крайней мере желательно чтобы он переход из садика в школу видел как нечто позитивное видел как нечего как собственный рост не то что вот он в садике валял балду наслаждался жизнью от него никто ничего не требовал а вот теперь настала школа и его радость его там бесконечные прогулки по улице его игра и в общем когда его никто не трогал эти времена закончились и теперь он должен учиться 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 очень много учиться понятно что может это сформироваться сильно по разному поэтому вот этот аспект да то есть если бы мы вот сейчас продолжали эту веточку дальше то дальше бы у нас пошли следующие задачи отказ от прошлой жизни отказ от того каким ты от того как какая жизнь была то есть что да вот я вырос теперь я должен быть ну как бы взрослее теперь вот интереснее этим заниматься а застрять допустим свои песочницы застрять в этом детском садике застрять в этих бесконечных мультиках в бесконечных лего в бесконечных игрушках вот этих то есть все от этого уже пора вырастать то есть вот такая картина мира должна начинать формироваться у ребенка образ себя и своей роли у нас был прошлый эфир прошлый прямой эфир посвященный этому посвященный принятию учеником роли ученичества вообще свои роли потому что если ребенок не принял опять таки о важности происходящих процессов да о важности вот этих этого процесса о формировании образов если к примеру ребенок не принял свою роль как роль ученика если если вот он с этим не смирился если он не считает эти это благом для себя всегда будет сопротивление то есть в дальнейшем не сформируются мотивы то есть вот если не произойдет этих процессов не будут сформированы мотивы а опять таки о чем мы говорили нет мотивов вы будете за уши ребенка тащить всю свою жизнь опять таки было бы неплохо если бы у ребенка был сформирован в голове побуждающий образ обучения образование образованности как таковой роли ученичества хорошо с этим справляются хорошо с этим справляются художественные произведения так меня кто-то как раз недавно спрашивал какую какую литературу могу посоветовать какие вообще так у нас кто-то там у нас есть мультик хороший кто-то там в 39 царстве то есть это вот сюда как раз относится но этот мультик надо посмотреть опять таки с ребенком вместе его в конечном итоге обсудить это это важный момент которым вам придется заниматься на этом этапе ее с ребёнком все-всё-всё обсуждать обсуждать выслушивать его мнение дискутировать чтобы у него формировалось формировался вот этот образ много читать много читать ему много читать со мной много смотреть и опять обсуждать обсуждать и обсуждать Возможно, если мы говорим, по крайней мере, о средней школе, то можно писать эссе на какие-нибудь темы. То есть, зачем мне, допустим, нужно образование. 400 символов это ни о чем, допустим, но 5000 символов. Все, и вот ребенок пишет, для чего нужно ему образование. Разумеется, вовлекаясь в этот процесс, он начинает думать, он начинает погружаться, он начинает искать все новые и новые причины. В конечном итоге они у него в голове формируются. Соответственно, если бы мы продолжали здесь веточку, то мы могли бы продолжить так. Посмотреть вот это произведение или прочитать. Дальше обсудить это произведение. Потом посмотреть вот такое-то произведение, обсудить. Написать тут какое-нибудь маленькое домашнее сочинение. Или рассказать бабушке, зачем я учу математику. Кому-то уметь рассказать, зачем тебе это надо. Таким образом, мы постепенно будем формировать побуждающий образ. Обучение и всего, что с ним связано. Опять-таки, очень важно сформировать побуждающий образ грядущих трудностей. Потому что дети могут бояться. Они сталкиваются вот с этим образом, когда они впервые столкнулись с учебой. И поначалу всем детям сложно. Потому что это изменение новой деятельности. Это отсутствуют у них навыки. А если отсутствуют навыки, если отсутствует вовлеченность, то это все просто воспринимается тяжело. Соответственно, у них и должен быть побуждающий образ. Какой-то такой вдохновляющий грядущих трудностей, радости, побед. То есть, вот так будет много. Вот там впереди тебя ждет очень много, но в основном хорошего. В зависимости от того, как ты будешь к этому относиться. Этот образ тоже надо формировать. Сразу оговорюсь. Вот когда я сейчас описываю, я говорю все в идеале. А обычно, когда эти процессы идут самотеком, ну там получается, как получается. Или не получается вовсе. Или идет так медленно, что в конечном итоге у нас ребенок уже, допустим, закончил школу, а побуждающего образа образования у него так и не сформировалось. Мотивация к обучению у него так и не сформировалась. Поэтому я опять-таки вам советую именно заниматься этим процессом, потому что тогда вы сможете в действительности за полтора-три года вот этот весь комплекс сформировать и дальше, и дальше, когда все остальные родители будут все так же стоять над своими детьми, заставлять их учиться, контролировать. То есть вам уже дальше ничего делать не придется. только иногда-иногда что-нибудь. Так вот, когда у нас формируется побуждающий образ учебы того, что будет происходить, побуждающий образ себя в роли ученика, вот именно тогда и начинают зарождаться мотивы. В действительности начинает рождаться желание что-то делать. Но, опять-таки, мотивы у нас, они не просто раз и появились. Все мотивы у человека формируются. Сначала ребенок, когда рождается, у него нет никаких мотивов. Единственное, что он хочет, чтобы ему было хорошо и не было плохо. И вот на это стремление, на стремление, чтобы мне было хорошо и не было плохо, в конечном итоге оно начинает опредмечиваться со временем. Он такой, ага, а если я поем, мне хорошо. И вот у него потихонечку, потихонечку начинает формироваться желание кушать в определенных ситуациях. Или если я буду избегать там какой-то ситуации, если я буду, допустим, научусь одеваться по погоде, то я не буду чувствовать себя на улице плохо. То есть или жарко, или холодно. То есть мы всегда стремимся вот всегда к одному. К тому, чтобы не было нам плохо и было хорошо. Соответственно, мотивы точно так же мы должны сформировать. Мы можем ждать год, два, три, пять лет ждать, пока они сформируются. А можем помочь этому процессу. То есть наша задача, ну, во-первых, у нас уже условия нам помогают, а во-вторых, наша задача как раз нарисовать в голове ребенка эту картину и действиями, и словами, и вот текущими образами, то, что учась, учась, ты делаешь себе хорошо. То есть учась, ты меняешь свое состояние с плохого на хорошее. Сейчас для вас это может немножечко звучать как фантастика. То есть, потому что у многих у самих есть отрицательный опыт. Многие знают, что их дети очень сильно ненавидят учиться, не любят учиться и всячески этого избегают. Но по-настоящему это формируется и не так сложно. Ну, вот этот принцип, он должен соблюдаться. Следующий момент, который у нас по формированию мотивационной сферы ребенка, учебной мотивационной сферы, что мы можем сказать? Что никогда у нас деятельность не реализуется одним мотивом. Вот, например, мотив учиться. Как многие говорят, я хочу, чтобы мой ребенок хотел учиться. Нет. На одном мотиве никогда человек не сможет вытащить особенно какую-то длительную и разноплановую деятельность. Почему? Потому что у нас как минимум нейронная сеть, которая обеспечивает данный мотив, сможет работать не очень долго. Она очень скоро устанет. Мало того, на один мотив он всегда будет замыливаться. Замыливаться настолько, что будет терять силу. Поэтому любая деятельность у нас формируется на целом ряде мотивов. Ребенок ходит в школу. Как? Пообщаться с друзьями. Узнать какие-то новости. Поучаствовать в каких-то событиях, которые там развиваются. Также учиться. Заработать какие-нибудь баллы в игре, о которой мы будем говорить позже. Потому что засиделся дома. Потому что там его социальная жизнь. И когда ребенок садится, к примеру, за домашнее задание, он сначала садится для того, чтобы начать. Ну, для того, чтобы мама с папой не ругались. Потом он хочет, чтобы все было красиво. И поэтому красиво все оформляет. Он хочет, чтобы мама его похвалила за то, что у него не будет ошибок, когда он принесет маме тетрадку проверять за задание. И поэтому он сам сядет и перепроверит. И разумеется, вся вот эта деятельность, я, кстати, здесь, если бы я здесь записывал все мотивы, у нас бы понадобился бы еще один ватман, и пришлось бы писать очень мелко. Поэтому я как бы вот так вот просто для понимания написал. То есть, да, у нас должен быть мотив учиться. Но у нас также должен быть мотив быть учеником. Потому что ребенку может как бы какой-то там учеба нравится. Ребенку может, вот у него может сформироваться побуждающий образ, побуждающий образ того, что все это здорово. Но это может быть здорово не для меня конкретно. Понимаете? Как я вот, например, я смотрю, там, как выступают спортсмены. Я такой думаю, вот как здорово, как эти ребята хорошо выглядят, как они хорошо двигаются. Молодцы! Но сам спортом я заниматься не хочу. То есть, у меня образ спорта побуждающий, а вот быть в этом процессе у меня нет никакого желания. Так вот, то же самое может происходить и с детьми. Поэтому быть учеником, уметь что-то, это отдельный мотив. Уметь считать, хорошо разбираться в математике, управлять собой. Если он не будет уметь управлять собой, он никогда не справится с учебными задачами. мы как раз таки это разбирали, потому что основные столпы у нас успеха, школьного успеха, это умение управлять собой, навыки самоорганизации и побуждающий образ учебы. Вот о побуждающем образе учебы мы как раз говорим здесь. Вот это должно сформировано быть и должны быть навыки. Вот они здесь у нас спрятаны. Как только это есть, все, с учебы уже больше дальше никаких проблем. Преодолевать какие-то трудности, поддерживать порядок в жизни и в делах. Это тоже должны быть мотивы. Получать удовольствие от учебы. Это отдельная, честно говоря, задача, это отдельная цель. Именно получать удовольствие от учебы. на которой детей надо концентрировать. Концентрировать их внимание. Что ты, давай, ты сегодня пойдешь, допустим, у нас не просто делать домашнее задание. А так, чтобы вот максимум себя чувствовать хорошо и минимум себя чувствовать нехорошо из-за каких-то моментов. Вот организуй так. Пусть он потратит на это сначала день, потом он потратит на это там полдня, потом он научится это делать быстро. научится, научится учиться в удовольствии. Опять-таки, сейчас это может звучать как фантастика, по-настоящему это ничего сложного. И вот эти, вот эти мотивы мы должны помочь ребенку сформировать. Это опять-таки определенные практики, определенные ситуации. Об этом мы, конкретика у нас будет появляться позже. Вместе с задачами, с самопроверками и так далее. Дакс. А, ну ладно. Перейдем. Следующий. Так вот, как только у нас сформировалась мотивация, мотивация, которая реально может поддерживать деятельность, человек начинает пытаться что-то делать. Начинает пытаться, ну вот как-то 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 реализовывать эти мотивы. Понятно, что изначально, всегда это проходит через пробы и ошибки. То есть, это обычно деятельность формируется путем проб и ошибок. То есть, человек просто на собственном опыте смотрит, в каких же ситуациях, при каких же сценариях он себя чувствует хорошо. При каких сценариях он себя чувствует не очень хорошо. Но мы прекрасно понимаем, что идя путем проб и ошибок, это вообще путь, ну извините меня, зачем? Зачем? Ребенок все равно этим путем проб и ошибок никогда не никогда не выйдет на на принципы научной организации труда. А именно научная организация труда, она потому и научная, что это самый комфортный способ показывать максимальные результаты. То есть, и как чувствовать себя хорошо, и как не уставать, и как не выгорать, и при этом давать колоссальные результаты. Вот этим и занимается научная организация труда. Поэтому модели поведения мы будем формировать сами. То есть, мы сначала создадим некий идеальный шаблон, который должен знать ребенок, знать его наизусть, а потом будем адаптировать его уже к реальности. То есть, ряд правил, ряд принципов, используя которые, ребенок сможет, ну плюс-минус, к этому идеальному шаблону приближаться. вот он в идеальном варианте не будет реализовываться почти никогда. Но вот плюс-минус, хорошо, он будет реализовываться. Так вот, что нам надо? Это модель поведения, процесса самой учебы, то есть, непосредственно, когда ребенок сел учиться. Этому у нас полностью мы эту ветку будем закрывать в следующем вебинаре и состоится он скорее всего через выходные. То есть, на следующих выходных у меня прямой эфир, прямой эфир. И вот уже через выходные у нас как раз будет вебинар вот по этой теме. Частично эту информацию мы уже разбирали. Да, у нас был выпуск про лучшее время для учебы. То есть, когда лучше всего сесть за учебу. Там же мы разбирали опять-таки вот этот процесс, как в связи с временем, когда мы сели, будет это все переживаться. Ну, а вообще там... А, да, кстати, у нас уже есть вопрос, как работать с отвлекающими мыслями. Там, конечно, еще есть ряд задач, которые надо решить. То есть, надо некоторые процессы чисто технические еще решить. То есть, организация учебного пространства, последовательность и алгоритмы действий. Если вдруг возникают какие-то форс-мажоры, что я должен делать, то есть, вся вот эта модель поведения вместе с внедрением она будет разбираться в вебинаре. Точнее, даже так, она будет дана отдельно, вот на отдельном материале, а в вебинаре мы просто по ней пойдем, потому что там времени просто не хватит все ее разобрать. Мы просто как бы пробежимся, как бы ознакомимся с инструкцией. То есть, у нас будет еще одна ветка развития. Так, дальше у нас модель поведения, стратегия обучения. Ну, они даже ничего говорить не будем, потому что это вот уже когда ребенок сам захочет чего-то, это сильно не близко и поэтому в наших приоритетах вообще никак не стоит на данный момент. Но, в конечном итоге тоже эту задачу придется решить. И дальше у нас модель поведения, расстановки приоритетов, организации дня и выделения времени на учебу. Очень важная задача. Вот здесь-то мы как раз-таки ого-го напрыгаемся. Вот эта ветка будет у нас одна из самых больших и по факту будет превращаться в так, можно сказать, чуть ли не в самостоятельное дерево задачи. Что могу сказать вот об этом? Когда мы решим эту задачу, мы решим не просто задачу расстановки приоритетов, мы наведем у вашего ребенка в голове порядок. Раз. Мы научим его техникам, которые пригодятся ему на протяжении всей жизни. На работе, в университете, в личных делах. То есть, вот это вообще как более-менее поддерживать порядок в собственной жизни и двигаться к той задаче, к тем задачам, которые ты перед собой поставил, или которые перед тобой поставила жизнь. Жизнь определяющая вообще вот эта вот у нас веточка развития, которая, ну не знаю, то есть, она даст ребенку невероятно много. Можно сказать, вот только она одна даст чуть ли не столько же, сколько вообще все обучение в школе. то есть, это очень-очень-очень полезные навыки, но это долго, это много, и мы пока еще к этому сильно не пришли. Так, а какие общие выводы мы можем сделать? Мы сразу здесь видим роль родителя, вашу роль, что вы должны делать. Мы сразу видим, что побуждающих условий, побуждающих условий у ребенка нету. Соответственно, вы должны закрыть этот момент. Как только вы закроете, вам сразу станет немножечко полегче. Потом образы, да, на это уйдет долгое время, но как только вы эти образы сформируете, вам заниматься с ребенком станет гораздо-гораздо легче, у него будет гораздо меньше сопротивления. Все, вам помогли сформировать мотивы, и вот с этого момента вы уже с ребенком в одной связке, вы вместе тащите эту задачу. Вот с этого момента он тоже впрягается в решение задачи. Да, многие об этом мечтают, я думаю. Чтобы не приходилось это контролировать, а чтобы он сам прибегал, спрашивал, чтобы он что-то хотел, к чему-то стремился, и сам, 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 побольше сам делал, чтобы, вот, как только формируем мотивы, у нас как раз-таки выходит он начинает уже включаться вот сюда. Следующий аспект, который надо рассмотреть, мы прекрасно понимаем, что вы родители как конкретного школьника, который, да, учится в каком-то конкретном классе, и сейчас останавливаться только вот на этом процессе вы не можете, или только на этом процессе, или только на этом процессе, и ждать, пока все сформируется. Да, пока что вам придется выступать в виде донора, в виде донора мотивации, в виде донора усидчивости, самим придется, в виде донора, обеспечивающего определенное поведение, например, садить его за учебу вам придется самостоятельно, очень часто, определять нагрузку вам придется самостоятельно, да, пока вот это не сформировано, то есть вам приходится все, 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 все делать самостоятельно и почти полностью тянуть эту лямку на себе по одной простой причине, вот это все не сформировано. еще раз для тех, кто присоединился позже, поясню, что будет дальше, дальше весь материал, который будет выходить у меня на канале, он так или иначе, если, конечно, он к этому имеет какое-то отношение, да, потому что часто там, ну просто по педагогическим вопросам мы разговариваем, но если он будет иметь к этому отношение, он сразу будет превращаться в определенную веточку, я сразу буду показывать, где находится вот это решение, для чего оно нужно, а если это какая-нибудь последовательность действий, да, то вот у нас есть какое-то решение, без чего мы не сможем решить вот эту задачу, то есть у нас все это будет описано, будет материал, будут ссылки, будут пояснения, в конечном итоге это будет хорошая, большая интеллект-карта, просто огромная, по прокачке, с конкретными заданиями, с конкретными в конечном итоге баллами прокачки, потому что вы как родитель тоже будете себя прокачивать, ведя ребенка по этим путем, вы будете лучше его понимать, ну, в общем, мы сделаем интересные баллы, которые вы будете получать, характеристики собственные, реальные характеристики, которые вы будете своей прокачивать, более-менее интересную игру на основе всего этого мы сделаем, также, о чем стоит говорить, будет, конечно, еще одно дерево прокачки, но которое чисто для школьника, которое будет у него, допустим, в комнате сидеть, висеть, и он будет знать, ага, мне надо вот это прокачать, это прокачать, это прокачать, это прокачать, это, это, и вот последовательность, и тогда я стану там супер-пупер каким-нибудь офигенным мастером, ну не знаю, титулы, это уже потом разберемся, конкретно механику игры, там не все сложно, так, по этой теме есть какие-то вопросы, сейчас я опять вернусь в кадр, потому что я даже не знаю, потерял я вас или нет, так, если есть какие-то вопросы, именно по теме задавайте, я сейчас с кадра выйду, посмотрю их, привет, 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 так, что за тема, ну, понятно, не целевая аудитория, отчасти, так, ладно, вопросов я не вижу, вопросов я не вижу, переходим, в прямом смысле этого слова, переходим к следующей части, так, 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 чтобы у нас полностью в кадр все влазило, во, итак, сегодня для вас я подготовил такую универсальную игру, мы только что рассматривали дерево прокачки, понятно, каждый раз мы будем сталкиваться с какой-то конкретной задачей, на которой надо будет сфокусировать внимание ребенка, потому что как только весь этот процесс пойдет от насилия, если вы будете ребенка заставлять конкретно, у него будет сопротивление, поэтому нам надо побуждать его аккуратненько, аккуратненько побуждать, 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 влиять на него, чтобы не впрямую давить, а чтобы как бы он сам включался в задачу, тогда это будет происходить проще, мягче, вот я задумался о том, какую бы игру сделать, чтобы она была очень простая, очень простая, и годилась вообще почти по всем аспектам. чтобы мы могли закрывать ей конкретные задачи, когда они перед нами стоят. Сейчас вот в этой игре я импровизировал ее, и допустим у нас была тема, у нас была тема выбора лучшего времени для учебы, и вот у нас лучшее время для учебы, игра посвящена вот этому аспекту, лучшему времени для учебы. Суть игры какая? Сначала вот у нас фигурка, вот здесь моя фигурка, фотографии, которые справа у меня остались, вот у нас здесь ребенок на старте, точнее аватарка ребенка здесь у нас на старте, и он бежит по таким блокам, но где-то этих блоков не хватает, вот не хватает у нас седьмого блока, не хватает у нас одиннадцатого блока. Суть игры такая, старта, добежать до победы, и тем самым поднять уровень. Следующий уровень, уровень поднимается так, мы просто еще один стикер, убираем. Все я сделал на стикерах, для того, чтобы очень просто можно было всю эту игру менять. Поменять название, менять уровни, статусы и так далее. игра такая достаточно импровизированная. Мотивационная часть у нас вот она она, бак говна. Сразу оговорюсь, почему так жестко, потому что вот конкретно вот этот ватман я делал для пацанов, для таких серьезных, их там какой-нибудь речкой, которая тебя сносит, или какими другими неприятностями не особо испугаешь. Там надо создавать хорошую мотивацию. поэтому я пошел этим путем. Опять-таки, если ребенок будет поднимать уровень, например, у нас здесь соответственно сколько уровней? У нас здесь 12 уровней. Так вот, допустим, с уровня с первого по пятый вот все реализуется в таком варианте, а выше уровень, например, вот этот бак говна просто из-за того, что он поднялся на более высокий уровень, может измениться на речку. Вот здесь мы рисуем такую гору, с горы течет речка, которая его сносит. Правила простые. Вот, если мы берем опять-таки лучшее время для учебы, да, каждый момент, когда есть стикер, от него вообще ничего не требуется. то есть никакая задача в этот день перед ним не то есть он ее может выполнить, а может и не выполнить. Потому что когда мы говорим, что ребенок не просто сам сел за домашнее задание, а сделал это еще и самостоятельно, речь для многих это редкость. Для многих это редкость. Поэтому мы смотрим примерно, что для нашего ребенка является нормой, сразу даем ему определенный уровень, и вот он пошел вперед. Вот первый для него день прошел, вот второй день для него прошел, вот прошел для него третий день, и все. И вот здесь он не сел за домашнее задание самостоятельно в лучшее время, допустим проигрался, он падает у нас вот тут вторая фотография пригодилась как раз в банк с говном, в котором он сидит три дня. Причем фокус данной игры заключается в том, что в нее сам ребенок не играет вообще, в нее играете вы, вы просто берете, вешаете это на стену в своей квартире и начинаете играть, просто молча, даже не объясняя правил. ребенок очень быстро замечает, что на аватарке его лицо его очень быстро заинтересует. Мама, папа, а что же вообще здесь происходит? А вы объясняете? Так вот, мы смотрим, то есть сядешь ты самостоятельно за домашнюю работу или не сядешь в хорошее время. Если ты садишься самостоятельно, то получаешь у нас что он получает? Он у нас получает дополнительный стикер. Все. Вот здесь на четвертом дне у нас допустим сел за учебу самостоятельно и все. И родители выдают ему стикер хлопаньки и он на него наступает и идет дальше, то есть не проваливается в бак. А если он этого не делает, то он просто проваливается и выходит оттуда три дня. Следующий аспект. Помните, когда мы говорили про побуждающие условия. Как раз вот это и есть побуждающие, одно из побуждающих условий, поскольку на основании этой игры ребенка можно дискриминировать или в чем-нибудь ему отказывать. Например, три дня с абсолютной чистой совести отказывать ему почти во всем по собственному желанию. Просто говоришь, а ты вот еще из бака с говном не выбрался, а что ты еще самым просишь куда-то погулять, что-то там сходить, ты сначала выберись, дойди до третьего уровня, ну хотя бы выберись, а потом мы с тобой поговорим. Всевозможные насмешки и так далее. То есть этот опять-таки может быть побуждающим условием. Особенно это нечто подобное пригодится тем, кто кто боится создать для своих детей по-настоящему побуждающие условия. Там очень много подводных камней, которые мы обсуждали в вебинаре, да? Я не зря об этом говорю, что многие родители не хотят то есть из-за своего неправильного представления о том, что такое детство, создают детям настолько бархатные условия и непонимание, что полностью лишают их побуждающих условий. И нужны хоть какие-то, ну вот тогда хотя бы в игровой форме мы будем создавать побуждающие условия. Так вот, вот здесь у нас ребенок что-нибудь сделал, ну как сделал, то есть он самостоятельно сел, потом два дня расслаблялся, может быть собился самостоятельно, а может быть нет, потом опять, опять все, он дошел до победы, он получает второй уровень. От второго уровня у него меняется статус, вот например там низкие уровни, у него статус там сопля, а потом у него там будет статус, ну не знаю, молодец, красавчик, в конечном итоге, да, герой. Также можно сюда внедрить некоторые дополнительные моменты, например, сейчас, например, допустим, три четверки можно обменять на телепорт, который выдают родители, то есть это уже когда ребенок включится в игру, когда он захочет в этом участвовать, то есть три четверки у тебя есть, ты делаешь телепорт, и все, и телепорты можешь установить у себя вот здесь, он тебе ничего не не делает, единственное, что до тех телепорта не падаешь этот баг, а обратно возвращаешься на старт. Ну, да, четверки не так ценны. Также может быть, например, заморозка, то есть ребенок получил три пятерки и за это получил заморозку. Например, он понимает, что сегодня не справится с этой задачей, почему-то, или не хочет справляться, он себя замораживает на третьей клеточке, то есть ему не надо прыгать дальше, и это дает ему какую-то отсрочку, чтобы он уже закрыл данный момент и мог двигаться дальше. Так что у нас повышая уровни выше каждого, да, вот этот антураж тоже может смениться, здесь может появиться, да, как бы гора, речка или станции трамвая, что вот здесь, да, трамвай ходит, вот он падает вот здесь в конечном итоге на конечной остановке и три станции три дня, то есть едет до сюда. То есть какое-то время он в игре не участвует, дальше идти не может. Как вы видите, игра очень удобная, ее можно адаптировать вообще под любые задачи, добавлять какие-то свои условия. Самая основная прелесть вот такой игры для нас в том, что вам не обязательно, чтобы ребенок сам в нее играл. Вы просто вешаете на стену, начинаете играть, никого не надо заставлять и через некоторое время вы обнаруживаете то, что он сам начал в нее играть. Он сам у него выбородин останется. Он сам потихонечку в нее включается. Отлично, отлично. Чем мы можем заменить? Например, самостоятельно сделал домашнее задание или проверил домашнее задание так, чтобы в нем не было двоек. То есть в нем не было ошибок. Вот здесь не важно, здесь не важно, здесь не важно, но вот здесь он должен проверить домашку так, чтобы не было у него ошибок. То есть как вы видите, вне зависимости от той задачи, на которой вы хотите сакцентировать внимание, тот навык, который вы хотите подтянуть у вашего ребенка, Всегда Вот просто меняем название Объясняем, что теперь сейчас происходит Что сейчас изменилось И все, и вот так вот он играет в эту игру Он прыгает по этим моментам Сразу стоит оговориться Не надо В игре должна быть случайность Не надо подстраивать конкретно Вот эти моменты Вот Допустим, вы понимаете, что Завтра какой-нибудь ответственный день Пятого То есть, соответственно, вот он желательно Чтобы он вот здесь вот На четвертом шаге Сделал какие-то действия Не надо специально вот здесь эти аспекты Вот убирать вот здесь вот И подстраивать вот таким образом Потому что ребенок очень быстро поймет эту последовательность Да Когда Какие моменты будут убраны Вместе лучше кидайте кубик Чтобы он понимал, что это рандом Что это случайность Что вот он вот так вот играет Он бросили кубики Двенадцать раз Наименьшие значения Умрали Там два Ну, второй уровень это убрано два Три убрано Это третий уровень Соответственно, у нас здесь всего двенадцатого уровня Все, да Ну, это я обговорил То есть Вот он упал День здесь пробыл Потом пробыл день здесь Потом пробыл день здесь И все Здесь по лестнице Потом поднялся Вот он Вот у нас вся игра Про игрофикацию Мы сейчас рассмотрели такой Сейчас вернусь в кадр Мы сейчас рассмотрели Сейчас Среднесрочную перспективу То есть вот это все работает на среднесрочной перспективе То есть когда вот нам что-то надо Вот в ближайшее время Что-то подправить В вебинаре, который у нас был Про создание побуждающих условий У нас там тоже предложена Еще одна игра Мастер домашних заданий Которая очень хорошо будет Вот с этой игрой То есть они вместе образуют единый комплекс Но там в мастере домашних заданий Там как раз таки Показатели больше долгосрочные То есть те, которые меняются достаточно долго Которые будут меняться месяцами То есть если здесь Мы видим это примерно 2 недели Ну 2-3 недели То там у нас будет опять-таки То там процессы идут месяцами То есть то, что долго он будет отслеживать Там, где он будет долго прокачиваться И следующий момент Вот я не зря целый день вот эту штуку нашел у себя Вот это спортивный счетчик Это спортивный счетчик Вот здесь плюсик есть Есть минусик Это просто механическая считалка Купленная на Алиэкспресс за 200 с чем-то рублей А может быть даже за 180 Ну около 200 рублей она стоит Вот такая штука Пригодится для создания игровой динамики Здесь и сейчас Вот в текущих процессах Когда надо, допустим, баллы подсчитывать Чтобы там ни точки ставить, ни забывать Просто, ну, висит Опаньки Что-то положительное Сам себе улыбнулся Ага, плюсик себе заработал Вот видите Я тоже в нее играю Вот целый день За сегодня набрал 16 очков Так вот А, о чем я говорил Так что если вы намерены превратить учебу ребенка в игру В действительности игру То я советую вот заказать вот такую штуку Я ее заказал на Алиэкспресс Это счетчик с ЖК-экраном Спортивный, ручной Вот примерно так вы если наберете То вот очень быстро вы его там найдете А можно его купить Он все равно будет идти там месяц, наверное То есть долго он будет идти В конечном итоге у нас И вот этот девайс тоже будет участвовать в играх Ну, точнее, можно и без него Можно точки ставить Но это просто неудобно Можно пальцы загибать А в голове так вообще надежды никакой нет Все эти цифры будут вылетать Потому что надо же, чтобы еще вовлеченность не терялась Поэтому, опять-таки, для тех, кто собирается делать игру Советую купить 200 рублей не так много Так, по дереву мы рассказали В конечном итоге все задачи, которые у нас будут на дереве Прокачки Они будут превращаться вот в подобные игры Или конкретно в эту или в подобные И всю свою учебу Всю эту прокачку вы будете играть, 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 играть Причем в такие же игры С таким же баком Будете играть вы конкретно Насколько хорошо вы справляетесь со своими родительскими обязанностями Насколько вы хорошо справляетесь с обучением А на этом, собственно говоря, у нас прямой эфир Основная часть его закончилась Поэтому, если есть вопросы по теме Задавайте А я их прочту и, возможно, даже отвечу Так, все у нас здесь Так, плюсик-плюсик Помахали А можно только один день в баке просидеть? Да без проблем, друзья Без проблем Но лучше все-таки несколько дней Опять-таки, вы все равно будете под себя все делать Можно и один день Почему лучше несколько дней? Потому что рано или поздно ребенок войдет в азарт И сам факт того, что он там сидит долго, будет фрустрацией То есть он будет хотеть включиться в игру А нет, надо подождать А если у нас будет, допустим, первый день Вот здесь вот И ему почему-то здесь неудобно И он там сидит один Вы понимаете? Сразу уже начинают какие мысли появляться А ладно, сейчас Все равно сейчас я сюда И потом сразу сюда И вот это можно будет зациклить На то, на какое-то количество времени На которое он посчитает, что вот Ну пока что я сегодня не готов А сразу на много дней себя ограничить Будет некомфортно Но опять-таки, это вот чисто мои предположения А вы, конечно, делайте что хотите Можно и для себя эту игру использовать Например, там, не знаю Вот решили вы бегать по утрам Но бегать по... Ну, давайте там, или зарядкой заниматься Но как часто вы занимаетесь зарядкой? Редко Скорее всего, да, надо в это потихонечку включиться Прочувствовать А вот прям каждый день это будет слишком высокая нагрузка Да и без проблем Вот тоже взяли 12 дней И за эти 12 дней я должен всего один раз заняться зарядкой утром А потом, вот, достигли второго уровня А потом 2 дня за 12 дней вы должны заняться зарядкой И так пока не достигнете 12 уровня То есть хорошая игра и самому можно в нее играть Использовать Мало того, она как-то конкретно рефлексирует Она помогает Она на стене постоянно висит Глаза мозолит То есть свои психологические функции Дает дополнительную мотивацию Дает вовлеченность Дает некий игровой момент Так, вот одна Вижу, там идут какие-то вопросы Ага, можно так Правила Поощрение, выполнение правил Друзья, вот здесь правила Вот эту, допустим, игру Вот там, какое поощрение В правилах Вот эту игру играете вы То есть в нее не играет ребенок Он в ней может участвовать То есть может Вот для своего персонажа Для своего персонажа Зарабатывать Зарабатывать новые блоки По которым он побежит и не провалится Телепорты и заморозки Все А играете в эту игру вы Поэтому правила соблюдать Здесь От ребенка не требуется Только от вас Если, конечно, я правильно понял вопрос Так, что у нас там еще Какая там ошибка Как родители могут поддаваться А как родители могут поддаваться Если можно на примете конкретном Честно говоря, я тоже не понял вопрос Если можно, то подробнее Поясните, пожалуйста Чтобы я Ну Конкретно про что идет речь Потому что я уже говорил очень много И к чему был тот вопрос Сейчас не совсем могу сориентироваться Понятно Так Ну, в общем, не будем тогда прямой эфир растягивать На этом все Спасибо, что присоединились к нему Что вместе со мной, собственно говоря Вот это все рассмотрели Надеюсь, вам будет это интересно Если что, подключайтесь И мы сделаем В общем, мы сделаем в конечном итоге красоту Это будет и интересная игра И для вас И для ребенка И не придется его заставлять И Чтобы это Поймите такой момент Это вот Я уже давно хочу эту тему раскрыть Я думаю, сделаю по ней выпуск Пока вам не интересно Пока конкретно вам не интересно Вот Здесь всегда у вас будет заминка Всегда будет желание Просто Силовыми методами Методами эмоционального Какого-то давления Продавить свою волю И И ладно Вот на сегодня закрыть Поэтому это все надо организовывать Ну Чтобы в удовольствие было Так, ладно Вопрос Вопрос Может даже успею на него ответить Так Вы сказали А если Ага Так Понятно Понятно Так Возможно Я был неправильно понят Или возможно Я неправильно понял вопрос Когда я говорил Что например Вот у нас Какой-то день Например Вот Например у ребенка Давай Вот Конкретный пример У ребенка Очень плохо с математикой Очень плохо с математикой Математика у него Допустим По средам По средам И родители делают так Ага Вырывают вот эти кусочки По вторникам Чтобы по вторникам Он допустим Там Сам себя проверял Да У нас допустим Вот игра Проверка домашних Собственного домашнего задания Чтобы в нем Родители не нашли ни одной ошибки Да И вот они думают Дай-ка мы подтянем ребенка По математике Вот таким образом И специально В нужные моменты Поубирали вот этим аспектом Ну Вот эти блоки По которым у нас Аватар движется Ну Я про что говорил Что рано или поздно Ребенок заметит Закономерности И когда он поймет Что родители играют Как бы против него Это может ударить По мотивации Поэтому Что мы здесь видим Здесь все равно Но ему придется Пройти весь путь Поэтому Лучший вариант Чтобы здесь были Кубики какие-нибудь Рандом Полный Чтобы ребенок Возможно даже в этом Участвовал Чтобы не было Никаких закономерностей Это просто Так мы не ломаем Игровую механику Поэтому Да Родители могут Или поддаваться Ребенку Или же Наоборот Но это все Убивает игру Или создавать ему Дополнительные трудности Специально Вот под свои желания Что-то подгонять Да Иногда Схитырить Конечно можно Иногда Все равно Вы будете так делать Я про то Что Не должно существовать Система Система такая Будет Убивать Игровую динамику Зачем Ну так Ладно На этом все Так что До встречи Продолжение следует